Братья, мне легче говорить на русском языке, но более-менее будет понятно для вас, да? Слава Иисусу Христу! Мы собрались здесь уже на Вигилии Рождества. И когда мы говорим, что Рождество – это радость, мы знаем, что радость, она никогда не полна, потому что мы, не только когда мы бедные, и когда у нас нет здоровья, но даже когда все хорошо в мире, радость наша, она не полная, потому что обычно мы, как люди, мы думаем, что мы создадим радость, мы сами. И мы сейчас в Евангелии прочитали о том, как Иисус рождается маленьким человеком. Когда Святой Франциск праздновал Рождество, он хотел, чтобы было какое-то представление, вертеп для Рождества, чтобы подумать, воображать даже, воображать наши мысли, как все происходит. И мы сегодня в Рождестве можем вообразить, вот рождается Иисус, младенец. То есть, у нас маленький ребенок, и на него не написано, что это Сын Божий. Не написано. Мы можем прийти к ребенку, к ребенку, к ребенку. Ничего. Насколько у нас ребенок. Но Евангелие нам говорит, что в этом ребенке есть Сын Божий. А по-человечески, понятно, это трудно. Даже он растет потом, даже его нужно спасать, этого ребенка. Спасать Бога. То есть, если Иосиф и Мария не будут спасать его, Сын Божий будет убит. И потом его убьют люди. Здесь мы понимаем, и это тоже одна из таинств церкви, верующего человека, что мы никогда не спасаемся один отдельно от других. Мы спасаемся вместе. То есть, для нашей молитвы мы должны быть вместе. Для наших даже здоровья мы должны быть вместе. Потому что кто-то нам помогает. Здоровому человеку помогают медики. А кто нездоровый, иногда даже никто не помогает. Но, это еще другая вещь. Мы, когда молимся к Иисусу, я всегда говорю даже себе, мы утром с эксцеленцией, с владыкой, митрополитом размышляли, что даже мы священники. И вот, когда есть литургия, мы встаем вот так, и мы в руках держим Иисуса. И мы так мало наших ростов Ему. Потому что мы думаем, что, ну, не услышит. Ну, что Ему? То есть, мои молитвы, это ничего. Это дьявол. Дьявол, который входит в наше сердце, говорит, да, твоя молитва, она ничего, никакого результата не дадит. Ничего. Вот видите, какой дьявол есть. А Иисус нам говорит, бери, Святой Дух, и приходи к Мне, спроси всего, все, что возможно. При Иисусе есть Богородица, Мария. Уже есть. Да, есть Богородица. Вы помните, когда в Танне люди празднуют, и Богородица говорит Иисусу, посмотри, у них нету вина. То есть, никто не пришел к Марии, Богородице, и говорит, Мария, у них нету чего пить. Она, смотрит, видит, нету вина. Она говорит Иисусу, сын мой, у них нету вина. Она, значит, для Богородицы все важно в нашей жизни. Если даже алкоголя нету, я не говорю, что мы должны быть алкоголиками здесь. Марии важно все. У нас нету чего пить, у нас нету чего кушать. То есть, она заботится за нас. И поэтому мы сегодня собрались вместе, чтобы поблагодарить Господа за нашу жизнь, которую имеем, за что мы имеем кушать, за людей, которые нам помогают. И тоже попросить, чтобы мы сами могли помочь друг другу, и тоже в молитве попросить. Потому что это не статуя. То есть, статуя, ей не важно наша молитва. А Господь, Он живой Господь. Он слышит нашу молитву. Поэтому мы молимся, и мы говорим Господу, вот ты рождаешься для нас, спаси нас. Спаси. Чтобы мы были людьми, которые помогаем друг другу, чтобы мы были людьми, которые, даже когда мы, как Иисус, Его нужно спасать. То есть, у нас нету сил. Вот как Иисус младенец, у Него нету сил, сбежать от Ерода. Его другие должны спасать. То есть, Иосиф должен взять свои руки. Иосиф. Человек. Господа, Бога, должен спасать. Человек спасает Бога. Представляете? А когда мы просто люди, нам нуждаемся в помощи. Поэтому мы благодарны Господу за все, что мы имеем. Но смиренно просим, чтобы эта вера у нас была. Чтобы это не было.